Да, вот там, вот сейчас, секундочку, вот Ксения Анатольевна там против всех, хочу сказать, пожалуйста, сейчас, сейчас, про умы, сейчас. Можно? Да, Владимир Владимирович. Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех? Нет, я за россиян и против несменяемости власти. У меня вопрос про конкуренцию. Я так и знал. У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах. Как вы, наверное, знаете, я собираюсь тоже баллотироваться в президенты Российской Федерации. Вы здесь в качестве журналиста или вы тоже всех обманули, как предыдущий? Нет, я не обманула. И пришли сюда в виде как кандидата. Я не обманула и пришла сюда как журналист телеканала «Дождь», потому что, к сожалению, на сегодняшний момент это единственная возможность задать вам вопрос. Пожалуйста. Так как в дебатах вы не участвуете. Пожалуйста. Мой вопрос связан с конкуренцией на выборах. Ваш пресс-секретарь Дмитрий Песков уже говорил о том, что оппозиция у нас не созрела. Вы сегодня говорили о том, что не самому же мне выращивать, потому что нет людей. Мне кажется, уже все давно созрели и никого растить не нужно. Все уже сами выросли. Но проблема заключается в другом, что сегодня либо у нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Например, есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела. Их фиктивность была доказана Алексеем Навальным в Европейском суде. Решение Европейского суда признает, как вы знаете, Российская Федерация. Но, тем не менее, он не допускается к выборам. Хотя известно, что есть и особое мнение Конституционного суда по этому вопросу и так далее. То же самое связано и с моей деятельностью после моего объявления. Очень сложно снять любой зал в стране. Люди отказываются даже на коммерческих условиях сотрудничать. Сложно поставить любую агитационную продукцию. И все это связано просто со страхом. Люди понимают, что быть оппозиционером в России – это значит, что либо тебя убьют, либо тебя посадят, либо произойдет еще что-либо в этом духе. Мой вопрос с этим – почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции? Значит, по поводу конкуренции и по поводу того, где у нас дееспособная оппозиция, я уже достаточно развернуто отвечал. И смысл этого ответа заключается не в том, что кто-то не созрел для чего-то. А смысл ответа заключается в том, что оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий. Вот вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем? Значит, по поводу персонажей, о которых вы упомянули. Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашвили? Вот тех, кого назвали, это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы всё это уже проходили. Вы что, хотите всё это вернуть? Значит, вот я уверен, что абсолютное, подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит. А конкуренция, конечно, должна быть, и она, безусловно, будет. Вот вопрос только в радикализме. Вот посмотрите, что сделали с движением «Окупай Уолл-стрит». Где оно теперь в Соединённых Штатах, движение «Окупай Уолл-стрит»? А там вот таких Саакашвили или тех, которых назвали, вот они из них и состояли. Где они теперь? Их нету. Это демократия или нет? Давайте задаемся вопросом, а что ж такое демократия? Вот это предмет такой достаточно серьёзной и глубокой дискуссии. Но я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится. Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и лоят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-е годы, как это сейчас сегодня на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России. Нет, не хотим и не допустим.